Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Секреты большого бизнеса» с Морякей и ваши ведущие Алла Соколова и Елена Романова. Здравствуйте, дорогие друзья! И у нас сегодня в гостях Иван Алёхин, основатель стартап-шоу. Добрый день! Иван, очень интересно было бы узнать из вашей истории, когда вы были частью корпоративного бизнеса и таким управляющим, и создали свой бизнес. Вот этот переход, когда вам захотелось создать свое дело, что стало такой отправной точкой для сознания своего собственного дела? Знаете, ну, наверное, всему виной лень. Как будто странно не показалось. Лень вообще, мне кажется, правит миром, потому что все те технологии, которые там создаются новые, они то были в пять кликов, там в три клика, сейчас перешло в два клика, то есть вот там еле пальцем нажал, уже все готово. Лень была прежде всего в том, что мне было лень ходить на работу к девяти часам утра. Я все время там себе представлял, что вот когда-нибудь у меня будет бизнес, чтобы я, компьютер и смартфон, и больше ничего. Ну, а в пора того, как у меня опыта не было, то, находясь внутри корпорации, я подумал, почему бы не использовать ресурсы самой корпорации и не самообогащаться. Причем не самым примитивным способом, знаете, когда-то откаты берут, еще что-то. А стал придумывать какие-то схемы, с кем-то о чем-то договаривался. Ну, в итоге, работая в компании, где-то по две тысячи долларов в день я зарабатывал. Помимо своего оклада, в то время это было еще в долларах, и где-то там 400 долларов в месяц у меня выходило. Ну, в общем, поэтому предпринимательская жилка, она вырубилась у меня чистое зрение. Стал я первые деньги зарабатывать, уже находясь внутри корпорации. Когда мне в буквальном смысле, ну, уже не стало хватать времени на корпорацию, то я из нее ушел, собственно говоря. Выбор сделан в сторону бизнеса, и с тех пор я ни разу не возвращался в поля корпоративного блока. Все время нахожусь на другой стороне. Ну, наверное, все-таки немного лукавите, что лень. Все-таки какая-то основная мотивация, вот кроме лени, какая основная мотивация у вас была начать свой бизнес? Ну, я говорю, что мне просто не хотелось приходить 9 часов утра на работу. Только это? Ну, в общем... И вы так активно стали работать, что по две тысячи стали зарабатывать? Ну, да. В моем случае это было совершенно несложно, потому что в то время, когда я был в корпорации, у нас было достаточно большое развитие. И мы развивались в разных регионах, и деньги выделялись бессмысленные, бессчетные и так далее. И на этом был грех не заработать. Я работал в связном в свое время, и мы конкурировали с Евросетью, а на конкуренции между ценой Евросети выбрасывались миллионы долларов. И когда стояла задача за два года открыть, не знаю, 100 точек в Петербурге, ну, то есть можно посчитать количество дней, количество недель, или прийти к пониманию того, что нужно открывать по 2-4 точки в месяц. В общем-то, это каждую точку, каждую неделю открывать. А что такое открывать? Магазин. Вам ли не знают, собственно. То есть это и площади, и аренды, и ремонт, и товары, и оборудование, и рекламная компания. И мы дошли до состояния, когда открывали по одному магазину в неделю, собственно. Вот со всем этим фаршем. Понятное дело, то есть когда идет завоевание рынка, то здесь деньги не считаются, как и труд, собственно, сотрудников. И когда ты действительно работаешь на много, то, в общем-то, зарабатывать ты хочешь много. Наверное, вторая была причина, что 400 долларов мне не хватало вообще никак крайне. Я подумал, что нужно внутри корпорации как-то искать иные мотивы зарабатывать. И потом, когда я пришел к поводу, что я могу к 11 часам начинать свою некую женедеятельность, то, в общем, у меня как-то все так сравнялось, там, сумма денег плюс тайминг, тайм-менеджмент, так называемый. Вот у меня так, пум-пс, и нью-янь сошлись, и все. Вот вы с молодыми в основном работаете, вот стартап-шоу, с людьми, которые начинают свой бизнес. Ну, вот им тогда, что бы вы посоветовали, вот какая мотивация, чтобы начать успешно, молодым или немолодым, те, кто стартует, что им сделать? Ну, вы знаете, сегодня. Сегодня. Вот именно сегодня я могу порекомендовать, ну, прежде всего, прийти к нам на стартап-шоу. Почему? Потому что именно на нашем шоу любой стартап может, скажем так, получить вот ту самую профессиональную экспертизу про его идею, про его финансовую модель, про рынки. Он может получить экспертную оценку ведущих экспертов, а также, если действительно у него интересный проект, он может получить менторство. То есть, сейчас появилось место, куда можно и нужно идти. То есть, та самая дверь, куда ты можешь зайти и что-то себе получить. Это в одном случае. В другом случае, если говорить уже более профессионально и более серьезно, практически любой стартап, это первые три года ошибок и проверка этих ошибок, либо так называемой гипотезы. Но мне не нравится фраза гипотеза, потому что гипотеза порой стоит очень дорого. Из-за гипотезы порой не приходится расплачиваться, а вот за ошибки приходится расплачиваться. Чем больше человек, скажем так, ошибок, чем более шишек, тем он тверже, увереннее в себе. Ну, вы тоже знаете по бизнесу и неважно корпоративному линию. Но вы сейчас по своему опыту говорите, что первые три года. Нет, по факту. У нас как раз три года идет стартап-шоу само по себе. И через нас, то есть, к нам где-то в год приходят около тысячи заявок. И через нашу сцену проходит около 120 проектов в год. И в таком объеме мы вот спустя три года наконец-то создаем такой переупаковочный и упаковочный продюсерский центр. Когда мы, уже владея сами экспертизой, пониманием, что нужно инвестору, что нужно стартапа, какие слабые и сильные стороны. Мы можем буквально сказать, что презентация, например, должна быть из такого количества слайдов. Последовательность слайда должна быть такая. Контент информационный должен быть такой. Психографика в этом контенте должна быть вот такой вот. Даже доходя до того, что каждому слайду должен быть написан NLP-специалистом, продающий скрипт. А читать его должны профессиональные актеры. Просто потому, что профессия актера – это запомнить текст и сыграть роль. А когда у человека замечательный стартап, он выходит на сцену или даже на сцену, а где-то кому-то презентует, он двух слов сказать не может. А все, что он зазубрил, а причем он все же под корочку зазубрил, у него на годы это остается. А это зубрешь может быть и неправильным. Почему там три года проб и ошибок? Потому что это некий жизненный цикл любого стартапа. Причем неважно, кафе, ресторан, косметологическая компания. Сеть в целом в красоты. Всегда есть некие такие три года, когда люди что-то сеют, что-то вырастает и что-то они пожинают. Вот это такая вот дельта. Это три года первых результатов, когда человек видит первые результаты от своего. И если он опять же начинающий, то в эти первые три года он и сам себя, грубо говоря, сеет, он сам вырастает и сам взрослеет. И что-то из него либо получается, либо не получается. И даже те стартапы, которые у нас проходили три года назад, я в буквальном смысле несколько дней назад общался и говорил, что мы спустя два года поняли, что то, куда мы шли, это был не тот путь. Поэтому мы сейчас трансформируемся и идем в эту сторону. Это хороший показатель, потому что люди не складывают руки. Ну а самое главное, что стартапу нужно знать, что любой стартап это все-все бизнес и предпринимательство. Это не какое-то хобби, это не игра в бизнес, это не попробовать взять денег у кого-то, потом мне отдать, потом хоть и плакаться. Это бизнес. Потому что я в свое время стоял вот так вот, торговался рук сапогами. Это тоже был бизнес. Даже стартап-шоу, я всем говорю о том, что это медиа-стартап. То есть мы движемся по финансовой модели комедий-клаба. То есть вот наша финн-модель, это финн-модель комедий-клаба, в которой нам платят все. Нам даже площадка платят за то, что именно у них проходит стартап-шоу. И получается, вы каждому даете ключи к успеху. То есть вы даете как бы раз, два, три, четыре, что им нужно сделать. Площадка от нас получает, допустим, сумасшедший трафик. То есть приходит там 400 человек, каждый оставляет по 2000 рублей, площадка заработала 800 тысяч. Вау! Круто-круто. Грех нам не заплатить, правильно? Следовательно, на площадке, так как у нас ценник достаточно высокий, то зрителями являются основным SEO и фаундеры. То есть это люди, которые находятся в бизнесе. Следовательно, помимо них у нас есть эксперты и инвесторы. Следовательно, что интересно инвесторам? Инвесторам интересно увидеть интересные стартапы и в них отнести деньги, чтобы все принесли сверхприбыли. Стартапам что интересно? Чтобы перед ними в зале находились потенциальные инвесторы и потенциальные потребители их продукты, собственно говоря. Поэтому вот тебе инвестор, вот тебе зритель. А многие зрители, они такие тайные инвесторы, которые думают, что у меня тут есть 2 миллиона, куда потом вложить, но никому не буду говорить, что у меня есть. Такие корейки. Поэтому здесь получается такая полноценная синергия всех и вся. И когда люди просто понимают, что у нас сидит 10 суперинвесторов, грех не заплатить. Поэтому стартапы нам платят. А вы сами куда-то вложили в эти стартапы? Да. То есть появляются такие проекты, которые вас заинтересовали? Все началось с того, что я сам создал в свое время высокотехнологичный стартап. У меня компания в России, в Сингапуре и в США. У меня лично 18 мировых патентов. Выиграны тут у Sharpe и у Upla в свое время. В один миг, когда я пришел на первый канал, сказал, вот смотрите, супер новую, я выиграл суту Apple. Мне сказали, ну это джинса. Я говорю, в смысле? Ну, ты припиариться хочешь? Я говорю, подождите, если вы показываете, что появился новый iPhone, то есть вот это не джинса для компании типа Restore, для компании M-Video, для Eurosti, то есть это не джинса. А вот для меня, что российская компания выиграла Apple в США, это вот такая вот пиаринская. И после этого я подумал, что нужно делать собственный какой-то медиапроект, стартап такой. Вот мы создали стартап-шоу. Так что такой длинный совет для стартапов все-таки начинать со стартап-шоу прежде всего, потому что можно выйти и что-то рассказать, и проверить свою гипотезу хотя бы на салфетке. То есть еще ничего не делает, но создал ты презентацию, выступил с ней, и уже понимаешь, прав ты, не прав, перед тем, как деньги вкладывать в этот бизнес. А вы можете сказать, что является для вас моментом признания, да, это действительно тот стартап, который получит развитие свое, кому вы говорите да? Для меня стартап, имеющий патент, имеющий бумажку, это номер один всегда. Потому что патент юридически подтверждает некое наличие ноу-хау. Оригинальный идея. Да. А если это международный патент, то это то, что будет в будущем. То есть это технология будущего. А технология будущего – это всегда многомиллиардная, скажем так, прибыль. То есть это сотни миллионные инвестиции, но многомиллиардная прибыль. Вопрос в том, насколько ты можешь, скажем так, спромотировать потребность именно в этом товаре. Например, компания Nokia не смогла спромотировать потребность смартфона, хотя они придумали смартфон. Они придумали. Но компания Apple смогла спромотировать. И потом, когда помню, у компании Nokia было там 40 моделей, то iPhone был один единственный, одна единственная модель, которая там взорвала весь рынок, сдала весь мир. Но это было придумано, даже вот эти вот иконки были придуманы, в том числе в Nokia. Вот эта идея, что давать делопроложение, это не была идея компании Apple, была компания Nokia. Патент. Да. Первое – это патент. Второе, самое главное – это команда. Это команда и даже более того, их энергетика. Потому что абсолютно все ошибаются. То есть я ошибаюсь, вы тоже. Все люди ошибаются, мы не идеальны. Но вопрос в том, насколько люди являются такими движками, такими локомотивами, которые двинулись сюда, бах, тупик, передвинулись, пошли еще куда-то. Вот это постоянное движение, оно приводит к некой синергии. Ну и третий, наверное, элемент – это порядочность и добросовестность сама по себе, которая, возможно, упаковывается в одно слово, как ответственность. Потому что ответственность перед собой, перед партнерами, перед командой, перед семьей, перед инвесторами – это наиболее самая важная боль самцены. Потому что любой инвестор может спокойно принять какую-то ошибку, понимая, что перед ним сидит ответственный человек, он будет ее исправлять. Ну то есть минус, минус переводить в плюс. Вот эти такие, как будто странно не показалось, не физические какие-то элементы, но за исключением патента, они, наверное, являются главным залогом того самого успеха. Ну, стартапами чаще всего происходят звездные болезни, особенно первые три года, когда им интересуются взрослые дяди, говорят, вау, да ты крутой, ты крутой, все, у них там... Зашкаливаем. Вообще там просто... Самооценка. Да, у нас бывают такие стартапы, которые говорят, сколько вы нам заплачете, чтобы мы вышли на вашу сцену. Мы говорим, а какой у вас оборот? Они такие, у нас оборота нет, у нас вот тут, у нас тут типа образец. Мы говорим, а... То есть вы продаете минусовую компанию, то есть вы продаете ваши убытки. Они такие, ну да, видимо, насмотрелись фильмы, «Силиконовая долина», там же учит один дядя, что компания должна быть прибыльной, она должна быть убыточной, но чтобы ее все хотели. Например, вот пример, что Мазон, который год подряд находится в убытках, но его все хотят. Или там Тесла находится в многобиллиардных убытках, но ее все хотят. Спасибо большое. Нам нужно уходить на рекламную паузу. Дорогие телезрители, рекламная пауза. И снова с вами программа «Секреты большого бизнеса с моряки» и ваша ведущая Алла Соколова и Елена Романова. И напоминаю, у нас в гостях Иван Алёхин, предприниматель, основатель «Стартап-шоу». Еще раз здравствуйте. Иван, мы начали говорить о стартапах. Очень интересно, мы поговорили о том, кому сказать «да». Но, тем не менее, если немножко такой области коснуться, женский стартап, мужской стартап, есть ли здесь разница между женским предпринимательством и мужским предпринимательством? Да, абсолютно верно. Если взять, допустим, Дельту три года, как это изменилось. Допустим, где-то три года назад, женский стартап, это был прежде всего няшный стартап. Няшный в каком плане? Ну, например, производство какой-нибудь одежды с подкладкой, на которой нарисованы зверюшки, и это детская одежда. И вот такой стартап в сегменте фэшн-индустрии. Это в одном случае. В другом случае, спустя время, которое прошло, сейчас все более и более таких про бизнес, более технологичных, пример, там у Белка Карс, абсолютно женский стартап. Welcome, пожалуйста. Кому-то он кажется уже бизнесом, но по-прежнему это все еще стартап, как будто странно не показалось. Допустим, есть тоже достаточно такое технологичное решение, называется Крокодайл. Это мобильное приложение, которое показывает, где находятся эвакуаторы. Если вы припарковались в неположенном месте и вашу машину эвакуировали, то вам, значит, компенсируют стоимость этой эвакуации. То есть, по сути, приложение говорит, что ты вот вставай и не переживай за свою машину. Это женский стартап. Это женский стартап, да. Видимо, у кого-то машину увезли на штрафную страницу. То есть, на сегодняшний день женские стартапы, они становятся более технологичными, более рискованными сами по себе. Потому что, если ранние стартапы, можно вспомнить, это там какая-то доставка еды, ну там правильно сбалансированные, но это доставка. Это просто МСП, это малое среднее предпринимательство. Это тоже стартап, потому что любое начало. Но все-таки, наверное, под стартапом чаще всего люди подразумевают или подразумевают нечто более технологичное, айтишное, предсказуемое или еще что-то такое. Сейчас все больше и больше технологий. Все же связано с блокчейном. Потому что очень много физтех, физматовых. То есть, люди, кому было 18, они все больше взрослеют и взрослеют. И вообще, тренд на технологии, на клики. То есть, все, что связано с социальными сетями, с мобильными приложениями, потом это становится более-менее доступно. И любая девочка, подросток, на сегодняшний день у нее может быть совершенно простая идея, извиняюсь, как накачать попу. И она у мамы возьмет денег, 100 тысяч рублей, ей, друзья, сделать мобильное приложение, она будет сама выкладывать это в Инстаграме, ставить ссылку на себя, и у нее будет миллион закачек. Вуаля. Да, допустим, смежный такой стартап, один из интереснейших. Причем он является нашим резидентом, резидентом стартап-шоу. Там такой микс женско-мужской, называется Windy. Это приложение, которое показывает, куда дует ветер. Наоборот, ежемесячный миллион долларов. Это о чем? О том, куда дует ветер. Серьезно? Да. Казалось бы, да, так, вот так, прийти, скажите, инвестируя в приложение 100 тысяч долларов, будет показывать, куда дует ветер. Но оказывается, если не брать нашу страну, а брать зарубежные страны, и посчитать, какое количество кайтов продается ежегодно, какое количество яхт продается, или сколько регат, сколько яхт выходит. Воздухоплавание, наверное, тоже какие-то. Воздухоплавание, и даже более того, сколько компаний строят многоэтажные дома. Так вот это приложение, такая большая социальная сеть, в которой люди, как фан-клуб, говорят, а вот у нас дует, дуйте к нам. Еще одно, это такой микс. Абсолютно женский стартап, мега уникальный, называется MyGenius, женский стартап. Ребята создали биомаркеры, которые предупреждают и предотвращают сердечное существо заболевания. То есть, он там стоит такой тестер 5 долларов, всего-навсего, ты берешь слюну, и он показывает, может ли у тебя быть сердечное существо заболевания. И если, допустим, есть какой-то риск близкий, тебе покажут, какими инструментами, какими лекарствами, или бегом, прыгом, или уколами ты можешь подотвратить. Есть зарубежные аналоги, но они показывают либо одно, либо другое. Вот совмещенный был создан у нас. Тоже является нашими резидентами, и вот ими очень много интересуется разных наших компаний, которые, опять же, в сфере этих анализов, этих тестов и все. Это тоже такое, на сотни тысяч долларов как бы инвестиции, но многомиллионная там прибыль гипотетическая. То есть, женщина развивается и развивается. Вы знаете, сейчас унифицируется понятие между мужчиной и женщиной, ну, в этом сегменте. Почему? Потому что вопрос наличия мозгов в голове. Потому что половой признак на наличие мозгов роли никакой, ну, не влияет, собственно говоря. Ты либо саморазвиваешь свой мозг, который у тебя работает на 3%, чтобы работал хотя бы на 4%, либо ты говоришь, я там курица, и пусть у меня работает на 2%, это мозг или на 1%, или на полпроцента работает. Больше ничего нет. В современном мире, в современном бизнесе, ну, вот особенно в технологичном, где мобильные приложения, ты не видишь людей, сидящих за мобильным приложением, пола нет. Есть только наличие интеллекта. Ну, скажите, у вас все равно наверняка есть большая команда своя, да? Там есть и мужчины, и женщины. И вот если бы стал вопрос, там, вот, ну, вот второй человек в компании, или там какой-то очень важный человек в компании, если честно, вот есть женщина и мужчина, вы бы кого выбрали? Смотрите, помощник у меня мужчина. Помощник. Но весь парадокс в том заключается, что стартап-шоу ведет 3 человека, и все они девушки. Девушки в моей команде, они говорят, как же трудно с женщинами работать. Вот им прям вот, прям очень сложно. Ну, там много, как они ругают женский пол, причем сами, да? Потому что, когда есть, ну, то есть, когда механизм, когда работа, а вот начинается женское вот это вот, ну, что-то непонятное, и не да, и не нет, и то берут трубки, то не берут, то вот завтра скажем, и завтра ничего нет. Конечно, мы такие девушки настроили. То их это больше всего раздражает. Потому что они уже такие, ну, как, знаете, говорится, я считаю, что, ну, в пистолете должны быть не холостые патроны, а заряженные. Вот. И чем больше в команде заряженных патронов, неважно, какого пола, тем, собственно, лучше. Потому что холостой в нуждомен даст осичку. Каковы ваши приоритеты в построении бизнеса? Вот можете назвать три ключевых каких-то приоритета построения? Ну, придет номер один, это высокодоходность. Сам по себе. Придет номер два, ну, он же первый в том числе, это спрос. Чтобы на это был прям такой колоссальный спрос. И приоритет, наверное, номер три, зажигательность, либо какой-то такой как бы животный интерес. Когда ты этим занимаешься не ради денег, чтобы денег заработать, а ты просыпаешься, и у тебя активизируется некий мозговой штурм. Да, у тебя драйв, ты на драйве находишься, на энергии, на такое. Ну, вот, наверное, самые-таки основные, вот они есть. Потому что, я, может быть, несколько раз сказал бы, ровно наоборот, прежде всего, это драйв, это энергия. Но спустя годы приходишь к тому, что, хоть энергии много, но когда ты глядишь, что доходность низкая, думаешь, ну, блин, павлин, зачем этим заниматься, столько сил в это отдавать. Лучше, там, столько же сил, но чтобы был выхлоп, там, равноценный твоему вкладу. А у вас есть вот какой-то девиз или свои креды? Знаете, есть, но это такой больше набор неких, там, фраз, которые мне просто нравятся. Ну, допустим, там, никто кроме нас, там, это из ВДВ. Мы обречены на успех. Ну, тоже такая фраза. Вот такие дверстные фразы, там, ну, которые я использую себя в быту, ну, там, в общении. Ну, вот, прямо сказать, что какой-то такой, там, кредо. Есть симпатии к некоторым людям, скажем так, ну, те, которые до обидства заметят больше успеха, есть спустя время какие-то антипатии. Ты понимаешь, что все мы люди, и кто-то подстраивается в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то сдается, кто-то не сдается. Это, знаете, как в песне «Машины времени», там, что, типа, один горел, как там, яркий костер, а другой там, тлел. Вот тут ты задумываешься, кем лучше быть. То ли тлеющим постоянно, но постоянно дающим тепло, то ли быть тем самым факелом, который всех осветит, всех согреет, ну, на чуть-чуть. Но формируя вокруг себя такие истории успехов, наверняка есть история еще неудачи. Конечно. Как справляться с неудачами, которые возникают у многих предпринимателей, ваши какие-то советы, рекомендации тем предпринимателям? Тут всплывает третья моя фраза, такая метафора, фраза метафора. Знаете, чем отличается пессимист от оптимиста? Пессимист говорит, как же все плохо, как же все плохо. Оптимист говорит, не древ, чувак, еще хуже будет. Поэтому, если, скажем так, у тебя нули, то есть, а по нулям, ты счастливчик. Если у тебя минуса, это чуть хуже, чем счастливчик, собственно говоря. Потому что вопрос простой. Руки, ноги целы, голова на плечах есть, ну, что, вставай, иди зарабатывай дальше. Другого варианта нет. В завершении, может быть, чтобы вы посоветовали все-таки начинающим, не обязательно стартаперам, вот те, кто решили открыть свой бизнес, ну, вот, может быть, по пунктам, раз, два, три. Вот с чего начать, молодой девушке, кроме того, как обратиться на ваш шоу, прийти на ваш шоу. Ну, смотрите, я бы порекомендовал следующее, что научитесь создавать что-то своими руками, и что будет польза спросом. Ну, например, если вам нравится дизайн, творчество, зайдите на Вик, зайдите на Тильду своими руками, создайте сайт. Покажите, как это выглядит, если кому-то понравится, то примите первый заказ, вот, и все, раз. Второе, если, к примеру, людям нравится фитнес какой-то, то следовательно на своем примере показывайте, значит, как меняются ваши результаты, неважно, диета, это спорт, это еще что-то, там в комбинации, и на платформе этого у вас будут запросы, а мы хотим так же, мы хотим и этого же, собственно. Если вы находитесь, не знаю, в положении женском, то есть у вас там скоро будут дети, у нас просто, например, женская саттапа была прикольная, человек в положении, и от нифига делать, у нас за грунтой импорт находился, и от нифига делать, значит, она пошла и там отпилила, пилой такой, ну небольшой такой кусочек дерева просто, и положила на него сыр, там какой-то, сфотографировала, выложила в Инстаграм. Сейчас у нее компания, называется, называюсь Dashboard, то есть это, вот они у нее такие, а? Кусочки дерева? Кусочки дерева, на которых припросят как бы еду, да, то есть там сыр, колбасу, еду, еще что-то такое, все, просто кусок вот этого. Сервировочная такая. Сервировочная, да, вот, ну как подача, прикольная. То есть самый главный совет, начните что-то создавать как бы своими руками, будьте сапожником с сапогами. Тогда ваши сапоги будут пользоваться как бы спросом, интересом, потому что если спросят, что вы умеете делать, то скажут, я умею делать сапоги там, или я умею, не знаю, там, готовить. И вы приготовите, это будет что-то фантастическое. И продвигайте свой труд, продвигайте свой опыт, потому что в это не нужно вкладывать денег. Тут нет никаких рисков, у вас либо есть заказ, либо его нет заказа. Ну и ищите ту самую нишу, что можешь делать руками. Ну и последний, наверное, такой завершающий вопрос. А кем вы видите себя через 10 лет или свою компанию? Можно это через 6 скажу? Хорошо. Через 6 лет я себя вижу все-таки на яхте, там, отдыхающие, с детьми, там, своими, там, купающиеся в море, собственно, и смотрящие на акции растущих компаний. В которые вы инвестировали? Да, в которые я инвестировал, а все причине того, что мы сейчас запускаем скоро стартап-шоп. Это такая льбаба стартапов, которая, в общем-то, будет в себя пылесосить, ну, в себя всасывать стартапы со всего мира и инвесторов со всего мира. И таким образом, меня просто будет интересовать такое увеличение библиотеки моей, где вместо книг будут папочки с компаниями, написано доли в этих компаниях. И сколько из них единорогов находится, то есть, которые вышли за миллиард долларов. Вот я где-то так себя вижу через 6 лет. Спасибо вам большое за интересное интервью. Нам, к сожалению, пора заканчивать. И с вами была программа «Секреты большого бизнеса» с Мэри Кей и вашей ведущей Елены Романова, Алла Соколова. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok